Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи! Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя и без святой Его! Мир вам, возлюбленная Христе, братья и сестры! В этом году приближается знаменательная дата, 14 декабря. Именно в этот день, в 1839 году, ко Господу представился удивительной жизни святой земляк всех лепчан, а также земляк православных Воронежской земли, блаженный старец Иоанн Сизиновский. Блаженный старец был удивительной жизнью. Отошел он ко Господу достаточно молодым мужчиной. Ему было всего 48 лет, но жизнь его была удивительных полноподвигов и свершений. 22 года из своих 48 лет жизни блаженный провел в затворе. Но давайте сначала. Блаженный старец родился он в 1791 году в селе Горки Воронежской губернии. В семье небогатого крестьянина Луки Ивановича Быкова с малых лет был подобен, наверное, всем остальным великим святым. Их объединяло то, что они чурались забав и детских проказ. Всем шалости и увеселения были тяготны, и они больше были склонны к единению, к молитве, к богомыслию. И таким же был и будущий юродивый, будущий затворник блаженный Иоанн. Он также проводил детство тихо, в молитве, в уединении. Отец его, как и свойственно было многим крестьянам в то время благочестивым, ходил на богомоле, в том числе несколько раз был и в Киево-Печерской лавре. И юный подвижник уже в то время также ходил с отцом на богомоле и впитывал и вбирал в себя крупицы мудрости и благодати Божией. По достижении возраста совершенного, 15 лет, совершеннолетия церковного, Иоанн стал юродствовать. Он принял на себя достаточно редкий подвиг православных юродства. И с этого времени говорил больше иносказательно, больше в каких-то притчах. И много из окружения его, многие не понимали его, в том числе и собственные родители. Считая это некой блажью, они даже принуждали его к более приличной, как им казалось, жизни, сажая его на хлеб и воду, считая, что таким образом можно образумить свое чадо. В то время, мы прекрасно с вами знаем, это время крепостничества, и барин Федор Кузьмин решил пристроить юного Иоанна к делу и отдал его в обучение в столярную мастерскую. Но поскольку, мы уже знаем, Иоанн придерживался жизни Христа ради юродивого, то сочли его недостаточно усидчивым для этой деятельности, и барин определил его пасти стада. Но юного подвижника данная жизнь не устраивала, и он стал много отлучаться из собственной деревни, ходя на богомоле. Так однажды он на долгое время ушел в Киево-Печерскую лавру, и там пробыл аж до двух лет. Изначально он около лавры занимался тем, что просил подаяния и пребывал в молитве, но после братья взяли его в число послушников, где он и пребывал. Односельчане, придя однажды на богомоле, встретили его там и силой забрав, отвезли назад к помещику. Помещик же был столь недоволен отлучением своего раба, что жестоко стал обращаться с ним, заковал его в узы, в кандалы, и по многу дней не давал ему ни пищи, иной раз не давал ему воды. Но здесь уже Господь промыслом своим заботился о блаженном Иоанне, и зачастую приходившие проведать его обнаруживали, что у него и в достатке неизвестно откуда находятся и просворы, и святая вода. Так что Иоанн пребывал в молитве и радости. Не получилось у помещика таким образом наказать строптивого, по его мнению, подвижника. Из всей печальной участи закованного в кандалы его избавил знакомец его детства, с которым он был дружен, сын барина Василий Федорович. Ходатайствовал перед отцом, он исходатайствовал, чтобы святой Блаженный был отпущен. Блаженный был отпущен, и он на этот раз в 1816 году отправился и поселился в Задонской обители, в мужском монастыре, пребывая в послушниках, окормляясь. Но и здесь он пребывал недолго. Через два года он оставляет монастырь и отправляется к известному уже на то время подвижникам нашему святому земли нашей всем известному Илариону Троекуровскому. По пути он встречает, удивительный промысел Божий, также будущую подвижницу преподобную Дарью Сизеновскую. И вместе они отправляются к Илариону. По пути Дарья видит, что Блаженный Иоанн, будущий Блаженный Иоанн, имеет ум острый, сметливый, все замечает, имеет удивительную премудрость Божью. Изначально она думает, что Иоанн подойдет в качестве келейника Илариону Троекуровскому. Но когда они прибыли и состоялась между ними беседа, Иларион Троекуровский, понаблюдав за будущим затворником, Иоанном сказал, «Не Иоанну следует служить мне, а мне следует служить Иоанну, ибо он намного старее меня». И после этой беседы он благословляет Иоанну уйти в затвор. В этот же самый момент случается удивительное явление помещику, барину, князю Несвицкому. Чудный сон снится, как будто из иконы Святой Владычицы Богородицы вдруг исходит младенец, одетый просто, и обращается к нему «Князь, я есть Иоанн многострадальный, у меня тяжелая ситуация, негде мне главы предклонить, позволь мне жить у тебя». И на неудомение князю он говорит, «Определи мне хотя бы баньку свою». И тогда во сне князь берет этого младенца и на руках относит его в эту баню и поселяет. Позже, конечно, князь понимает, к чему был этот сон, потому как Иларион Троекуровский благословляет Иоанна отправиться в Сизеново и там уйти в затвор. Блаженная Дарья отводит Иоанна в село Сизеново, где его и встречает князь Несвицкий, и понимая, что сон его был вещей, ибо он в Иоанне увидел того младенца, которого надлежало ему прийти. И сон, будучи вещь, оказался вещем, потому что князь определил ему действительно баню, в которой на 22 года и поселяется в затвор блаженный Иоанн. Единственное окно в этой бане он законопатил, и общался с миром через дверь, через небольшое отверстие в двери. Это время удивительного его подвига. Лица блаженного практически никто не видел, кроме его килиника Василия. С приходящим к нему, желающим окормления, молитв, лечения, преподобный общается через дверь. И поэтому мало кто его видит, а если кто его и видит, то лица его видеть не может, потому как оно все время скрыто капюшоном. Также блаженный был известен пророчеством. Вот так однажды он сказал своему килинику, «Вбей неподалеку от кельи моей в землю кол». И когда тот сделал, то он вопросил у вас, «Отче, а что же здесь будет?» И он ответил, «Через некоторое время здесь будет звонница, да будет такая, что она весть о ней будет разнесена по всей земле». Тот удивился и сказал, «Ну, отче, даже в Москве нет таких звонниц». На что старец улыбнулся и сказал, «Ты не понимаешь слов моих». И действительно, в последующем земля Липецкая произвела удивительного святого, который стал известен не только всей Руси, но и всему миру. Это Силуан Афонский. Также старец был известен своим даром чудотворения. Многие приходили к нему и получали от него этот дар. Оставаясь крепостным, он был выкуплен за тысячу рублей у своего помещика. И в 1833 году на месте баньки была построена Петром Звягиным келья, напоминающая столб. После эта келья была снесена и в 1864 году на этом месте был построен храм во имя Святой Троицы, где и почивали мощи Блаженного Старца. Удивительно также и показательно и смерть Святого. Поскольку он был все время в затворе, то о смерти его узнали несколько дней спустя. Нашли его перед иконой Святой Владычицы Богородицы в коленопреклоненном положении, руки его были скрещены на груди, и находился он в поклоне. То есть смерть его была преподобна, праведна, и Господь его забрал во время молитвы. Также многие отмечали, что во время его погребения от него исходило мира и благоухания. Дорогие братья и сестры, дивен Бог во святых святых своих. Наряду очень часто многие говорят, что оскуде земля преподобными, но на самом деле это не так. Много святых и по сей день угождает Господу, и мы иной раз по милости Божией видим их благодать и приходим к ним с молитвою, за помощью, радуемся, получаем от них помощь и благодать. А если мы ожесточены сердцем, как помещик, который получил мзду свою в тысячу рублей, то и сокрыта от нас благодать Божия, и ничего кроме осуждения мы от Господа не получим. Поэтому, дорогие братья и сестры, с любовью относитесь к священству монашествующим, потому как иной раз Господь сохраняет их под спудом, чтобы потом открыть, что кто-то из них является великим угодником Божиим, как преподобный блаженный юродивый затворник Иоанн Сиземовский. Благослови, души моя Господа, и вся внутренняя моя имя святой и Игорь, благослови, вернись и Господи. Редактор субтитров